Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на улице Понтийской, 10, поселке Витязево. Сегодня мы с вами посмотрим гостевой дом, который называется Ривьера. У них вот такой великолепный большой каркасный бассейн, имеется своя территория, кухня, до моря недалеко, рядышком столовые. И все те вещи, которые вы любите, которым привыкли на море. Море, говорят, сегодня великолепное, чистое, на что мы сходим, посмотрим. Также проход в море, жемчужная Россия. Я думаю, что он многим будет полезен и интересен. Начинаем, как всегда, с фасада. Можете увидеть, как выглядит здесь все. Перед домом есть возможность поставить машину абсолютно бесплатно. Не надо думать, ни о какой парковке. Здесь уже all-inclusive у вас присутствует. Двор закрывается, это для себя. Открывать территорию, чтобы можно было пройти. Здесь перед ходом есть мангальная зона, шампура, сеточки для того, чтобы пожарить шашлычок. Хотя выбор жареного шашлыка вокруг настолько велик, что я не знаю, зачем даже заморачиваться. Есть столики, на которых можно посетить, лежачки, газончик такой искусственный, постельный, чтобы дети могли поиграться. Ну и бассейн. Бассейн у тебя стою, то есть он довольно-таки глубокий, не просто, как меня обладали. Хороший. Тебе нравится бассейн? Конечно. Вот. И на море не ходят. Я шучу. На самом деле ходят. Также сзади гостевого дома есть еще одна зона отдыха. И можете здесь повесить свои вещи, просушиться. Еще одна бежит бассейн. Посидеть в тенечке, посушить вещи. Но теперь давайте пройдемся и посмотрим на номера. И, друзья, давайте пройдем в первый корпус, посмотрим номера. Здесь вниз спуск. Это столовая. И на первом этаже, смотрите, есть номер. У него отдельно свой санузел, только к этому номеру. А сюда заходим, смотрим. И он, то есть, номер очень хороший, просторный, светлый. С видом, видите, окна какие-то широкие. Панорамное, можно сказать, остекление. С правой стороны имеется такая вот кровать. Рядушком тумбочка. И в эту сторону расположен столик, телевизор, есть место для хранения, есть политсистема. Два раскладывающихся кресла, стол и вот фишечка такая, то, что холодильничек есть, столик свой. И место для приготовления пищи с микроволновкой, чайником. То есть, если что-то другое, то там уже на кухне. Ну, а здесь вы сможете салатики порезать, арбузики. Я помню, в этот номер приезжали мои подписчики из-за сети. Им огромнейший привет. Я вас помню, также в номере есть зеркало. И отсюда у нас вид в отбор на бассейн. Давайте посмотрим, как выглядит санузел. Очень большой. Здесь имеется вот такая ванная, унитаз, зеркало и раковина. То есть, этим санузлом, повторяю, пользоваться будете только вы. Стоимость этого номера 3,5 тысячи в июне. Если вы ехали в мае, то его можно было снять за две. Мы поднялись на второй этаж, друзья. Здесь видим три двери. Здесь двухкомнатный номер со своим санузлом. Сейчас посмотрите, как это выглядит. Если вам надо дополнительное место в предыдущий номер, то стоимостью будет 300 рублей. Ставится евро-раскладушка, так же, как и здесь. Здесь рассчитано, это до пяти человек. Место, то есть, заходим. Одна комната. Можете увидеть, здесь есть вот такое вот кресло раскладывающееся. И с левой стороны имеется двуспальная кровать, две тумбочки с торшерами. Также имеется сплит-система, место для хранения, холодильник, стол, телевизор и выход на балкон. Балконы здесь очень симпатичные. Можно посмотреть, как они выглядят. То есть, вышли с видом во двор, вы можете приглядываться со своими детьми. Есть стульчики. Место для хранения выглядит вот так. Этот номер мы посмотрели. Закрываем. Допустим, разместили там своих детей, либо можно друзьями приезжать там с бабушками, с дедушками. Заходим. С левой стороны место для хранения. Холодильник, зеркало, стол с плит-системой, телевизор и двухспальная кровать. Здесь, допустим, родители могут отдельно в единицу, с большими семьями приезжать. В этом номере также имеется и балкон. Я вам показывал с той стороны, поэтому акцентировать здесь не буду. Ставим два стульчика, вид во двор. Место для хранения выглядит вот так. И выходим, смотрим, здесь отдельно туалет. С левой стороны раковина, зеркало, есть унитаз и такая большая душевая зона. Самый главный вопрос, а сколько это стоит? Здесь можно приехать сейчас отдыхать на 5 человек за 3500 рублей. Это июнь месяц. Если надо поставить дополнительное место, как я и сказал, 300 рублей за раскладушку евро. Спускаемся, друзья, в цокольное помещение. Здесь находится кухня. Кухня у вас с возможностью приготовления собственной еды. Водичка бежит. Это самое важное. Посмотреть, какая зона отдыха. Здесь великолепный большой телевизор. Есть столики, есть санузел, также микроволновка, варочная панель, причем две микроволновки. Все, что вам только может понадобиться, с посудой, со всем здесь уже есть в этом гостином доме. Не хватает только вас. Сейчас мы смотрим с вами второй корпус. Здесь есть вот такой стульчик, стол, есть место, где посушить ваши вещи. И заходим с вами посмотреть. Тут номер я открылся, чтобы не перепутать. Тут всего лишь два. Это у нас двухместный номер. Смотрим. Снять его сейчас можно за 1200 рублей на двоих. Здесь есть двуспальная кровать, место для хранения, есть холодильник, зеркало, торшер. Также имеется сплит-система и телевизор. Ну, это маленький большой, просторный, со своим санузлом. Можете увидеть, что места, в принципе, предостаточно. И санузел нас выглядит вот так. То есть имеется унитаз, раковина, зеркало и зона для того, чтобы искупаться. Вот так вот выглядит место для хранения. Цена озвучена. Идем в следующий номер. Сейчас поднимаемся на второй этаж. Здесь имеется общий балкончик, на который можно выйти, в принципе, посушить вещи. Столик стоит. Смотрим сами номера. Здесь вот такое размещение до трех человек. То есть это у нас раскладывается. Есть холодильник, есть телевизор, сплит-система, стол, стул, зеркало, торшеры. Две прикроватные тумбочки и место для хранения. Если надо, сюда дополнительно можно поставить еще евро раскладушку. То есть разогнать его до четырех человек. И также в номере имеется свой собственный санузел. Санузел выглядит вот так. Ракайно-зеркало, унитаз. И также имеется зону для купания. Вот так вот выглядит место для хранения вещей. Сейчас этот номер можно снять за полторы тысячи на троих. Если плюс еще раскладушка, там 1800 на четверых. Мы сейчас с вами посмотрим трехместный, полноценный, большой номер. Здесь двухспальная кровать, односпальная, две тумбочки. Есть сплит-система, есть телевизор, холодильник, зеркало, стол. Место для хранения ваших вещей, которое выглядит вот так. И санузел, конечно. Санузел выглядит вот так. Есть туалет, ракайно, зеркало и зона для купания. Стоимость номера сейчас 2000 рублей. Надеюсь, обзор вам понравился. Теперь мы прогуляемся до моря. Заявлено 800 метров, там 10-15 минут, в зависимости от того, сколько вы будете ходить. Птички поют, красота. Че б нам не гулять, дорогие друзья. Температура здесь наверху подальше от моря у нас плюс 30. Начинаем нашу прогулочку. Быстрее пройти, честно, в ту сторону. Мы, наверное, так и сделаем. Тут рядочком есть столовая. Также тут будут работать разнообразные фрукты, овощи. Пожалуйста, шашлыки рядом с домом. То, о чем я бы не говорил. Вот тут находится пятерочка. Привоз, мясо свежее продают. Также там фикс прайс. Вообще, все магазины, которые вам только нужны, также недалеко здесь даже КБ расположено. Вот сюда, с правой стороны, столовая. Отзывы на этот стол довольно-таки хорошие. Те, кто отдыхал в прошлом году. По ценам сделали все очень удобно. Можно посмотреть прямо здесь. Хороший зал. Есть раздача. Даже можно не заходить. Классно. Вот когда так, знаете, все делают прямо на улице. И отправляемся обратно в ту сторону. То есть, ну, вообще прям все рядышком. Все в доступе. Проснулись, пошли на завтрак. Потому что многие девочки пишут, что они хотят готовить, там, и что делать. Хотя, своя кухня есть. То есть, ну, это, наверное, в вечернее время. Пришли, посидели, там, кофе попили, там, или еще что-нибудь. Ну, в общем, я не знаю, зачем надо. Потому что, когда приезжаешь на отдых, хочется много всего интересного и вкусного попробовать. Ну, а теперь засекаем время. И от гостевого дома 10.43 мы отправляемся непосредственно к морю. Налево. И здесь двигаемся до улицы Курорта. А я не ошибаюсь. Столовая у нас находится на Жемчужной. Рядышком гостевого дома. Туда вперед Курортная. Это место заселялось уже давно. Строились гостевые дома. А здесь появилась такая вот большая зеленая зона. То есть, тут даже чуть-чуть прогуляться можно по тенечку. Добрались до улицы Курортная. Здесь по вечерам жарят шашлыки. Смотрите, какой тоже огромнейший мангал. Тут вчера проезжал, такой прям дымкормыслом стоял. У ребят есть еще один магазин. Холодная, пенная. Там внизу есть кафешечка. Продукты. Вот, допустим, столовая Чайка. Улица Курортная 2, дорогие друзья. Здесь находится столовая Чайка. В этом году мне писали девочки, которые здесь работают. Сказали, вернулся их повар. Старый. Сказали, прям очень вкусное, классное меню. И приходите, посмотрите. Давайте зайдем, глянем. Что же там в этом году предлагают. Потому что раньше про нее были очень хорошие отзывы. Ну, в принципе, плохих я и не слышал. Это Витязево. Пересечение улицы Горького с Курортной. Я думаю, что это место многим знакомо. Кстати, если что, вот нам в базу требуется рабочие. Пойдемте смотреть, ребятки, как здесь и что выглядит. О, вообще, вот такой вот зал. Здесь девочки даже здесь убирают все в шляпах. Это красиво. Есть туалет. Руки где помыть. И проходим чуть дальше. Здесь зона раздачи. Собственно, в таком формате. И давайте посмотрим, что почем здесь. Как бы сразу вот удобно. То, что менюшечки рядышком все. Можно разглядеть полностью. И это все видно. Все хорошо. Если, допустим, мы берем первые блюда. Как говорится, у меня есть такое правило смотреть по борщу. То больше кубанских фазолей здесь стоит 70 рублей. В принципе, ценник отличный. Ну, и смотрим тех, как это выглядит все. Первые блюда. Все закрыто. Вот как многие пишут постоянно. Если кто-то покашляет, чихнет, чтобы было видно. Здрасте. Ну, вот тут все это выглядит, ребята. Первые блюда туда дальше. Девочки тоже в шапочках. Крам Сантана. Ну, здесь разные вкусняшки. Отличные цельники. Здравствуйте. Очень пацаны посмотрели. Помещение очень хорошее. Я думаю, что будет интересно услышать отзывы от вас. Я в последнее время как бы в столовых не ем. Потому что, ну, не вижу в этом смысла. В принципе, вкусовые ощущения у всех разные. Самое важное – это услышать отзывы тех людей, которые сюда приходили, ели. Так что делитесь, друзья мои. Этими моментами мне будет, как бы, полезно познать об этом. Направляемся далее. Здесь налево можно пройти через пешеходный переход. Если перейти вот здесь дорогу, здесь пешеходные переходы, и по той стороне пройти, то там по лестнице будете спускаться. На пешеходном подземном переходе есть пандусы. Экскурсионные точки, маршруты, в принципе, все присутствуют, ребят. Куда хотели бы вы поехать, но в этом году есть вообще и подорожание. Об этом мы с Людмилой Владимировной разговаривали. Есть у нас трансляция от нас параллель. Спасибо, что смотрите, ребят. Вам солнечная погода и теплое море. А душа чихнул меня, вздали почиху. Это прям классно. С левой стороны находится Бригатино, медицинский центр. Можно подлечиться. Здоровье. Видите, кто-то идет с той стороны, кто-то с этой стороны. То есть у всех свои пути, маршруты, кому как удобно. Место действительно хорошее. И даже вот сейчас, в начале лета, сегодня у нас на календаре 7 июня 2023 год, когда снимается данный видеосюжет. И все здесь прям прекрасно. То есть людей достаточно на пляже. Думаю, что мы увидим их еще больше. Подходим к ЖК Солнечный. Здесь с левой стороны есть столовая. Тоже отзывы хорошие. По-прямой есть вкусные продукты. Там большой гипермаркет, дача, салон красоты. В общем, вся инфраструктура, ребята. То, о чем вы только думаете, он аптейки. Тут уже сделано и для вас работает. Вот вам, пожалуйста, спуск подземно-пешеходный переход. А здесь такая тема. Есть на море. И красота. Юра! А? Юра! А? Привет! Ребята, мы тут немножко поставили, пообщались. Время я потерял. Я поэтому уже чуть-чуть сбился. Потерял. 54 минуты. Ты не потерял время. Ты его провел с удовольствием. А время, проведенное с удовольствием, начинается потеря. Слушай, вот ты что делаешь вообще? Вот ты нормальный человек? Вот про какие ты сейчас с удовольствием рассказываешь, а? Пипец. А потом говорит, почему ты, Юра, не живешь долго с одними женщинами? Потому что вокруг одни змеи. Ха-ха! Вот именно так оно и происходит. Ну, мы спускаемся вниз. Не подумайте, ничего плохого. Все хорошо и прекрасно. Алла был очень рад видеть. Я думаю, мы к ней обязательно зайдем попробовать ее вкусняшки разнообразные. В ближайшее время. Я же говорю, то есть мне худеть не получается. Ух ты, как прикольно. Слушайте, сейчас выходишь через подземный пешеходный переход. А здесь, вау, просторы, пустота и красота. И зелень вокруг. Квасик. О, кстати, а почему в этом году квасик? Мы еще не смотрели по ценам. Здравствуйте. Здравствуйте. Начинаем сезон, да? Да. Мы его не заканчиваем. Цены, цены все с прошлого года. То есть ничего не изменилось? Не изменилось. Шикарно. Хорошая работа. Спасибо. С левой стороны здесь есть остановочка, на которую можно даже выйти или сесть и уехать. Вдруг, если вы двигаетесь по маршруту из Витязево в Анапо, по-моему, 128-я, 114-я маршрутка здесь ходит. С правой стороны туалет. Здесь стало так вот пустынно. Ну, зато просторно. Как-то, знаете, чувствуется прям свобода. Вы обязательно пишите, в каком формате вам нравилось больше. Когда вот так вот все пустенько или все-таки, когда были аттракциончики? Ну, мне, честно, грустнется, потому что я любил эти аттракционы. Дочь моя любила, она не считайте, как-то выросла, каталась. Ну, теперь как и есть. Все бежит, все меняется. С правой стороны магазин продукты, туалет я вам озвучил. И здесь еще вот остались два торговых павильончика. Здесь продают разнообразную одежду, фрукты, овощи. Здесь вообще, в принципе, все, что вам только может понадобиться. Я сегодня был на рыночке. Смотрите трансляцию, секретный показал. Если вы вдруг с машинкой приезжаете, советую его к посещению. Там он будет прям классный. Это дача Дель Сол. Красота, ребята. Фонтанчик, эта дача, столько людей идет. Здесь можно увидеть, как работает система полива. Прям такие капельки летят. Красота, друзья. О, самые главные наши детки отдыхающие на юге. Очень важно, что они здесь. Здесь у нас по пути находится питьевый билет. Все-таки мне надо как-то делать какой-то трекер, который будет читать, сколько я иду, сколько не иду, чтобы точно просчитывать время. Потому что уже 11 минут. Я пока там остановился, подснял. Тут остановился, подснял. Все это минуты, 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 которые превращаются в очень-очень. Ну, будем верить, 10-15 минут, зависимости от того, сколько вам идти. Нам главное озвучить интересную информацию. Питьевый билет пока еще не работает, друзья. Большому сожалению, так и не закончили его ремонт. Здесь тоже все поубирали. Абсолютно свободная зона. Не хватает только лавочек. Мусорка есть. Это уже большой плюс. Удивительно, да, то, что 21 мусорка она встретилась. Мы выходим на территорию парковки, которую муниципальную землю городили за борщиком. Она стала там, в общем, чужие не принадлежали. Так было бы хорошо возле пляжа. Хорошая, свободная парковка. Тем более, места свободные есть. А раньше она была свободной. Сейчас люди забивают полностью машинами остановку. Под знак ставят машины. Потому что деваться некуда. Парковочных мест нет. А машин становится больше и больше. Все говорят, плохо живет. «Жемчужина России» – это такой всероссийский детский оздоровительный комплекс, санаторно-курортный, в который приезжают дети со всей России. Я провел здесь все свое детство. Юность частично. Первая работа официально была именно в ней. Это такое городообразующее предприятие было одно время. Арочка, проход к морю, как и так называются. «Жемчужина России». Впереди нас ждут еще несколько сотен метров. И мы уже будем, в принципе, на пляже. До этого поворота можно также добираться. 128 мая, 114 маршрутка. Если вдруг вы не хотите ходить пешочком, это тоже можно сделать. Либо на такси приезжать практически вот туда. До пляжика. Причем стоить машину, там будет рублей 100. Я не знаю. Можно, допустим, если в семье приехали, большую, там по 25 рублей на человека. Экономия. Здесь, смотрите, супермаркет находится, магазин. Много всяких продуктов продается. И мы подходим к столовой. Здесь жалко, вот, нет так удобно. По ценам написано. Но, в принципе, все можно увидеть. Здесь уже работает это заведение потихонечку. Сейчас швачки поджаривают. То есть мы переделали формат. Здесь экскурсионная точка. И тут то очень можно посмотреть, что почем здесь. Вот там крупнейшая черешня, вишня. Вишня, кстати, по 300. Горох ниже цен. И здесь можно увидеть клубника по 200, 250. Нет, не опять. Это не я. Здравствуйте вам. Хорошего вам сезона. Вот такие вот вкусняшки разнообразные. Клубника 200 это за килограмм? Килограмм, да. Все, отлично. А вот эти вот скажите еще стаканчики почем, пожалуйста. Это шелковица. 70, 100, 100. Малины и ежемика по 40. Понял. А вот огурчики, помидорчики. 80, 100, 100. Спасибо большое. Хорошая работа. По ценам посмотрели. Сравнивая, допустим, вчера был джемоте. Здесь примерно то же самое. Там плюс-минус где-то 10 рублей можете полянуть в сайт. Потому что в разные дни снимаем. И закупка каждый день разная. А фрукты, овощи это по закупке каждый день. Движуха здесь, конечно, новое. Здесь уже много людей. Еще, конечно, не столпотворение. Но все потому, что время сейчас у нас идет 11.04 и двигается непосредственно к тому моменту, когда мы дойдем до пляжика. С 12 начнется поломочиться уже в обратную сторону. Тоже вам фрукты, овощи. Но здесь ценничков нету, к сожалению. Как говорится, о чем договоришься. Еще кусочек рынка. С правой стороны имейте в виду, здесь находится туалет. Это тоже большущий плюс. Здесь разнообразные блюда есть. Выпечка продается. Здравствуйте. Сильно подорожало по сравнению с прошлым годом? Нет. Как есть, так и у нас осталось. То есть цены не изменились. Вот шикарно. Молодцы. Хорошая вам работа. Можно вопрос? Маши ручкой. Люблю встречать подписчиков. Это приятно. Тоже блогер. Это мой подписчик. Говорит, я смотрю твой влогин. Вот насколько приятно. Когда ты делаешь и можешь влиять на маше поколение. Голодные рыбки. Покормить их обязательно, ребятки. Если будет и здесь. Я смотрю, что практически все уже заработали здесь. Да, Макс барабан. Макс барабан прям. Здрасте. Хотя какую-то мелодию это уже более прикольно. Кстати, кексы уже открылись тоже. Вкусняшки работают в этом году. Здравствуйте. У вас подорожало, нет? Ну, печатка в том году. Как был, так и остался. То есть ценник такой же остался. Хорошая работа. Спасибо. Ой, аромат самый вкусный на этом мугу. Когда проходишь, прям чувствуешь это великолепие. У меня что-нибудь по-другому. Хотя поел, сегодня съел такую вкусняшку. Купил на рынке лепешку с зеленью. И плавники поел. Прям черешинки перекусил. У меня сегодня вообще прям завтрак супер. Все потому, что Юра вчера работал, заработал денег и смог себе позволить много-много всего вкусного. Ну, только не себе. Лепешку сам съел. А вот все остальное это для семьи. Ну, так как лежит в машине. Доброе утро. Лайк это прям вообще огонь. Когда люди, проходящие мимо тебя, его тебе ставят. Это фантастик. Так, ну, во что у нас здесь все превратилось. В общем, столовая открылась и работает. Тоже разные торговые точки, павильончики. Движуха здесь полным ходом. О, можно наконец-то опять видеть здесь на стенде цены. Какие они. Раньше здесь были общие самые низкие цены. Потом подорожало. Сейчас, допустим, больше 80. Ну, это средняя цена по всему побережью. Друзья, столовая находится, ну, прямо на берегу моря. Ну, тут тяжко, наверное, будет пройти, чтобы не поесть. Лички разные. А что только нету, друзья мои. Все-таки пивы, воды. И выходим уже к нашей пляжной территории. Мне, конечно, больше всего интересует, какое сегодня здесь море. Но все дни, когда были водоросли Витязева, именно отсюда присылали мои подписчики видео, потому что тут все хорошо. Сегодня у нас до 8 метров продувает ветер, к большому сожалению. Температура воздуха 32,2. Наконец-то. Стою такое, публикую видео, 11.08 показывает. Ребята, это время. Ну, если вдруг интересно, сколько я шел, пока отвлекался. Все поставил выкладываться в видеосюжетики. С правой стороны здесь такой вот туалетный комплекс. Тут я смотрю, что пляж еще только выставляется. Чем знаменит лично для меня, это то, что здесь только на нем впервые появилось поднятие полотной тени. Теперь это есть везде. Все прижилось. О, там ребята, детки, спортсмены. Смотрите, занимаются. Какие молодцы. Прям очень нравится. С левой стороны санатория Напа. И там кусочек пустого пляжа есть, куда вы можете также выйти. Работает бар уже, ребят. Люди отдыхают. Красота, друзья мои. Сеточка такая интересная сделана. Так. Перечень услуг, друзья мои. Сейчас звонок 150, полдня. Теневой на вес 200. Водный велосипед с горкой. Пища рублей в час. Вот так вот все. Как бы все по ценам, все понятно. И все очень просто. Вот так вот выглядят все эти услуги. В общем, красота, друзья. О, с правой стороны, значит, у нас водоросли стоят. Конечно, тут людей не так уж и много. А вот туда дальше людей прям предостаточно. О, кукуруз продают уже на пляжах ходят. Мусорочки есть, ребят. Береговая линия, в принципе, убрана. Единственное, что под берегом стоят водоросли. Несколько метров. А дальше как бы водится чисто. Давайте вот, чтобы прям с хорошим настроением быть, мы прогуляемся. Чуть-чуть сюда влево, чтобы водорослями не пугать. И покажу, что там дальше. Хотя тут тоже не критично. Несколько шагов и чистое море. Обратите внимание на всех этих самых счастливых людей. Единственное, что многие себя не жалеют. Приезжают белые, за полчаса загорают. Особенно находясь сейчас на пляже. Это чревато. Последствиями. А ведь все просто. Настолько, что просто в это время самый сильный ультрафиолет. Как вам, ребята? Вот мы чуть пошли в сторону. Здесь становится более свободно. Вот вам практически уже нет даже под берегом тех же самых водорослей. И морешко свободное. Пустынное. Так что, если приходите сюда. Вот он, свободный пляж. Ничейный, так сказать. Только ваш. Приходите на него. И спокойно себе отдыхать. Это как люди даже с палаточками. Такими летними. Кайфуют по полной программе. Я думаю, за лето они отбиваются. Эти площадки. Задача у нас идет. Вот это Анапа. Потом Селена, Парус, Одиссея. То есть все те пляжи, в которых также очень много людей приезжает на отдых. Сейчас там я смотрю, что пляжики, так сказать, подзабиты. Ну вот, отошел в сторону. Ну, вижу, там плещутся дети, несмотря на температуру. А здесь просто чистейший заход в море. И все великолепно. В принципе, то, чем вы всегда мечтаете. Возле моря температура воздуха 29,6. Забегаем в водичку. На контрасте после такой температуры она довольно-таки прохладная. Ну вот, в сравнении, да, то есть одно побережье. С утра мы подходили вообще кристальная водичка в джемоте на кольцевой. Здесь немножко есть водоросли. Но, повторяю, в зеленой водоросли, друзья, это нормальная ситуация. Здесь ничего нет страшного. Там гидроцикл пляшет. Ох, мужчина занырнул. Красавчик. Я сегодня с камерой нырял. По-честному могу сказать, что водичка, в принципе, сейчас стала уже теплее. Красота. Ну, если не так, то пишите обязательно свои отзывы, друзья. Мне будет интересно их услышать. Сейчас пойдем чуть поближе, послушаем отзывы девушек, которые заходят в море. Ну, к воде правильно. Надо сначала привыкнуть, а потом уже нырять. А море сегодня становится все холоднее. С утра было 16,5. Сейчас я говорил, что о 16,9 с утра было. Сейчас я говорил, что потеплее кажется. Но вот 16,6-16,5 показывает. То есть температура моря еще упала. Вот это да. Меня зовут Мариан. Откуда вы к нам приехали? Из Приозерска, из Ленинградской области. Пытаетесь купаться? Да, пытаемся. Вот неделю здесь мы тут два раза только искупались. Надо было вначале, когда приехали купаться, у нас вот третий день. Да, сейчас вода все холоднее и холоднее. Еще пару дней. 10 числа будет оттуда ветер. И сразу же моментально море станет теплое. Отдыхается вообще в принципе все хорошо? Да, все хорошо. Это самое главное. Вам отличный отдых. Спасибо, что смотрите. Для прогулок вообще отлично. Иван тоже, вы хорошо снимаете. Мы на вас ориентируемся. Спасибо вам. Здравствуйте, как вас зовут? Михаил Борисов. Откуда вы? В Московном городе Раменское. Вот. Как вам у нас? Отлично. Каждый год открываем сезон и закрываем. В этом году водичка подвела или нормально? Бодрая, хорошая водичка. Главное чисто. В море приезжает, он сюда плавает. Не зависит. Ну вот с этим полностью согласен. Я бы не смог приехать, посмотреть и уехать. Да, сегодня с утра я приехал, пошел искупался. Хотя сейчас вот подальше захожу, 16,2 показываю, что ты понимаешь. А вообще где отдыхаете, сколько платите? Ну, отдыхаем на майор Витязя. Угу. Вот, это Георгия. Да-да, я понял. Там, в принципе, не первый год уже. Угу. Ну, Глорис. Отель. Угу. Тысяча рублей. Сколько человек? Двое. Ну, двое. Да. Ну, отлично. А питаетесь где или сами? Столовая, где бригантина. Прямо столовая, да. Максимский центр, бригантина. Все, понял. В солнечном. Я ее проходил сегодня. Спасибо большое за рассказ. Как вам вообще пляжа, мчужина? Отлично. Вот мы начали убирать. Какие-то годы были, не убирали. А сейчас вот постоянно убирают. Сейчас вот кампы немножко. Угу. Вы просто видите сами, потому что убирают. Чисто так, красота, да. Да. Вот очень шикарно. То есть есть позитивные изменения? Да, да. Учу сложно. Это самое приятное. Даже нет таких, как раньше были, выбросы там, да, пакеты, что-то еще нет. Все чисто. Да. И действует, что много курит. Вот, хотя сделали места для курения. Да. Есть, да? Но почему-то люди... Надо делать замечания самим. Вот если люди будут приходить и говорить, что уйдите, другие соседи будут поддерживать, будут уходить. У нас, к сожалению, вот, как говорится, только силы надо доносить. Да, именно так. У нас тоже замечания делаем, потому что рядные детишки, детский курорт. Ну, вот говорим, вот, видите, а кто-то не знает, ну, мы не знаем. Кто-то слушает и уходит. И нормально, в принципе, адекватно. Ну, есть такие, конечно, немножко, да. Ну, дай бог, чтобы адекватных было больше. Больше, да. Большое спасибо, доктор. Привет кому-нибудь. Привет всем. Чего вас не так? Внукам, Артему, Алексею. То есть ждут тоже деду-бабушку. Приедут тоже чуть позже, не подпуск. Тоже приезжать, же как. Вот. Сыну Сергею, его супруге Орге. То есть брату Москву. Сколько у вас родственников? Внучек двое, тоже у брата. Всем большой-большой привет. На работе у Дмитрии Колбаса, где я работаю. Всем коллегам большой привет. Сыноводство Бережи. Анапы. Всего самого хорошего. Всем вам здоровья. Мирной небной головой. А самое главное сказать, приезжайте к нам в Анапу. Приезжайте, приезжайте в Анапу. Видите его. Отдыхайте. Да. Мы вас, ребят, очень-очень сильно всех ждем от души. Ну что, дорогие друзья, гостевой дом Ривьера будет рад вас видеть на отдыхе. Вот это эмоции. Вот это кайф. Вот это детство, ребята. Вы увидели, насколько многогранная Анапа. Сейчас море везде, к сожалению, прохладно. Но люди купаются, зашли, окунулись. Потом можно на дюны, на песочек прогреться. Это будет такое закаливание великолепное, откуда, говорится, возьмутся все ваши силы и здоровье на долгие годы. Кстати, вот сейчас вы не увидите на камеру, но вон уплывает один из матрасов. И это то, о чем говорилось, что это очень опасно использовать на дувашке. Будьте бдительны, берегите себя. Ну и очень важно, хотелось бы сказать, может быть, кому-то там водоросли не нравятся. Но сегодня было кристальное море с утра. Может быть, кому-то там что-то другое нравится. Там вода, да, теплая, хочется бассейны. Я приехал в Крым, такая же фигня. Пригнала какую-то мудик к берегу, в море не покупаться, пошли в бассейн прескаться. То есть везде, на побережье, одни и те же обстоятельства. Бывает, конечно, когда ты приезжаешь, тебе везет там постоянно вода прекрасная, чистая. Но в основном есть какие-то минусы. А самое главное, чтобы их превращать в плюсы, надо иметь хорошее настроение и смотреть правильные каналы, такие, как мои. Ребятки, я надеюсь, что он вам помогает определиться с отдыхом, и он придет у вас просто великолепно. Буду продолжать знакомить вас с классными людьми. Надеюсь, что у нас еще много чего интересного впереди. С вами был Юрий Азаровский. Друзья, подписывайтесь, делайте репосты. В телеграме разыграем шашлыка Тортура сегодня. Добавляйтесь, ссылочка в описании. Также буду вас рад видеть в остальных соцсетях. Это ВКонтакте, группа Юрия Азаровский. Это Яндекс Дзен, Юрий Азаровский. Это запрещенная сеть ЮраОс. Все, друзья, всем пока. До следующего видео, мои дорогие и любимые подписчики. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok